Поздравляю с победой! Спасибо. И вопрос такой у меня. Ваша фамилия Галактионов, следовательно, можно вашу команду называть Галактикос? О, привет! Не ожидал вас всех здесь увидеть, да еще и так много! И лайк не поленились поставить. Какие вы молодцы! Почти как футболисты Локомотива, обыгравшие накануне факел. Давайте начнем с организационных моментов, и уже не будем к ним возвращаться потом. Канал в Телеграме с кружочками продолжает действовать. Подписывайтесь, потому что там зачастую бывает самая оперативная и быстрая реакция на какие-то новости, связанные с Локомотивом. Ну или не только с Локомотивом, там на какие-нибудь моменты из игр Лиги Чемпионов, например. А еще начался новый сезон ВКПЛЭЙ. Это место, где мы собираемся и смотрим футбол. Сезон длится месяц, и в этот месяц стримов будет особенно много, чуть ли не каждый день. Заходите, я буду очень рад. Но сказать я хотел не это, а то, что 30 мая в 20.00 по московскому времени будет полупраздничный стрим, посвященный пятилетию Чемпионства Локомотива. Вместе с пресс-атташе клуба в Чемпионский сезон Андреем Бодровым. Вспомним Чемпионский год, все, что ему пришедствовало. Поговорим про более общие вопросы. И если у вас есть, что спросить у Андрея, обязательно приходите. В любом случае, обещаю, что будет много разных веселых историй. Стрим будет на vkplay.live, и самый простой способ не пропустить стримы, это подписаться на канал. Ссылка всегда есть в описании. Теперь про матч с факелом. Про такие игры говорить тяжелее всего. Матч сплошные единоборства, и кто в них преуспеет, кто лучше воспользуется моментами, тот и победит. О тактике особо и не поговорить, не так уж она и важна. Факел мог победить, используя такую невероятную по мысли тактику, как выбиваем подальше на Апаева и там что-нибудь придумаем. От стиля Василенко начала сезона не осталось абсолютно ничего. Ну и мы не сказать, что какие-то кружева предлагали. Менялись позициями, контролировали мяч, доводили до удара атаки после 15-20 передач подряд. Но регулярно проникать сквозь стену защитников факела мы так и не смогли. Этот матч вообще не про тактику. Вообще большинство из того, что мне хотелось бы сказать, начинается с фразы как я уже много раз говорил, не то, что я люблю. Хотя похвастаться лишний раз тем, как я все предсказываю, тоже бывает приятно. Хай по традиции ставочку. Мне очень нравится ставка, что в этом матче забьет только Локомотив Москва. Постараюсь сегодня как-нибудь обойтись без этого. Однако, кто смотрел предыдущий ролик, анонс которого я так глупо забыл разместить в Телеграм-канале, помнит, что основной идеей его было то, что сейчас Локомотив сражается не против соперников, не за какие-то там очки в турнирной таблице, хотя это, конечно, тоже очень приятно. Локомотив сражается за то, чтобы получить как можно больше бесценного опыта накануне следующего сезона, где цена ошибок будет гораздо выше. Сейчас мы уже ни за что не сражаемся, упасть низко не можем, подняться высоко тоже. А вот в следующем сезоне, я надеюсь, что мы уже будем бороться за медали. Накануне матча, судя по всему, клуб пригласил в Баковку журналистов, которые имели возможность немного посмотреть на тренировочный процесс, а также задать ряд вопросов Михаилу Галактионову. Конечно, среди этих вопросов не было ни слова про здоровье Фасона, который тренируется в общей группе, но почему-то не играет. Не было их и после матча, даже когда Галактионов сам упомянул бразильского защитника. Думаю, что большинство журналистов понятия не имеет, кто такой Фасон, а тем немногим, кто вообще знает про него, в общем и целом наплевать. Почему игрок уже больше месяца занимается в общей группе, но не попадает даже в заявку. Причем не попадает даже тогда, когда у нас нет вообще ни одного центрального защитника, чтобы усадить в запас. Увы, журналистов больше интересует Дзюба, контракт Дзюбы, настроение Дзюбы, здоровье Дзюбы, агент Дзюбы, слухи про Дзюбу и Рубин, и все остальное, и не менее интересное про Дзюбу. Увы, таковы наши реалии. Остаются только догадываться, почему так. Но, кстати, давайте сейчас сделаем вид, что мы перемотали на конец ролика и уже знаем, чем закончился матч с Вакелом. В игре с воронежцами желтые карточки получили Егор Погоснов и Дмитрий Баринов. Там в целом Амелин показывал желтые карточки нашим направо и налево. Не мудрено, что эти двое тоже их получили. А интересно это тем, что именно для этих двух игроков желтые карточки означают пропуск следующего матча. И матч этот не с Химками, не с Торпедо. Игра у нас с Динамо, которая уволила Юкановича и более-менее, наконец-то, заиграла в футбол. На данный момент у нас ровно два здоровых центральных защитника. Это Погоснов и Кузьмичев. Если, не дай бог, с одним из них что-то случается, то его место должен занимать Дмитрий Баринов. С Динамо не сыграть ни Погоснов, ни Баринов. И что будет делать Галактионов? Это самая большая загадка и вопрос. Даже Женя Лукиных, летавший в Самару с Основой, и тот получил травму в последнем матче молодежного первенства. Неудачно упал и вряд ли будет здоров через неделю. Либо брать Мишу Иванькова и в опорку ставить Мишу Щетинина, либо все-таки уж расчехлить наконец-то Фасона. Но будет странно, если Лукас не попадал даже в заявку, а потом бац и 90 минут с Динамо проведет. Так что много головной боли предстоит Галактионову. Хотя мне хотелось бы, конечно, чтобы Фасон все-таки провел какое-то вменяемое количество игрового времени еще в этом сезоне. Ему будет гораздо проще вкатиться в следующий и психологически, и чисто по-футбольному. В общем, журналисты будут нагнетать на этой неделе, сыграет ли Дзюба в матче с Динамо. Тот же Галактионов сказал, что вероятность этого довольно велика. Но на самом деле главная интрига – это кто будет партнером Ивану Кузьмичеву по обороне. Очевидные варианты у Галактионова закончились совсем. Что касается Дзюбы, еще раз вопрос под Дзюбу. Окей, возвращаемся обратно в нормальный таймлайн. Локомотив только что сыграл в ничью с крыльями Советов, вернулся в Москву и ждет в гости факел Евсеева. Факел на самом деле команды очень крепкая, и главная их проблема – это низкое качество игроков атаки. Если в обороне у них все более-менее крепко, и во многом благодаря Евгению Морозову, которого я вам показывал еще в прошлый раз, то в атаке там Хызы Рапаев и Георгий Гангадзе. Второй даже умудрился сделать 9 плюс 3 в факеле. Но хуже именно линия атаки, наверное, только в торпедах, где долгое время делали ставку на Игоря Лебеденко. И он с двумя голами – второй лучший бомбардир великой московской команды. Именно по этой причине, как мне кажется, на счету факела так много ничьих. Все их матчи были максимально близки. По этой весне реально переиграть факел удалось только ЦСКА и Оренбургу. И по счету, и потому, что действительно происходило на поле. В остальных матчах факел мало позволял создавать у своих ворот, и имел неплохие моменты у чужих. Только вот реализовывать их никак не удавалось. Поэтому по итогам этого тура, где они все-таки проиграли Локомотиву, факел может снова вернуться в зону стыковых матчей. На самом деле, будет жалко, потому что факел – это одна из немногих региональных команд с реальными, многочисленными и активными болельщиками. Этот клуб действительно нужен региону. Матч был домашний для Локомотива, но из 6000 официально пришедших на матч человек, 2000 поддерживали факел. И слышно их было очень хорошо. Хочется, чтобы именно таких команд было побольше в РПЛ, а не спецпроектов без болельщиков, которые сегодня есть, завтра бюджет распределенный, и этих клубов уже нет. Примеры, я думаю, вы и сами прекрасно знаете. Задача перед Локомотивом была непростой. Факел действительно изо всех сил борется, чтобы не вылететь. А Локомотив борется, по словам главного тренера и футболистов, за престиж и за то, чтобы повышать качество своей игры. Согласитесь, мотивация футболистов факела выглядит более весомой. Ну и добавляем ко всему проблемы Локомотива с составом, главный из которых пресловутый Артем Дзюба. Почему это вообще так сильно влияет на качество нашей игры? Ну, понятно, что он за 9 матчей забил 8 голов и еще 4 голевых передачи отдал. Однако, дело не только в непосредственной результативности. Дело в том, что с Артемом мы, в принципе, проводим больше атак за матч. Если Дзюба доминирует над защитниками, то количество атак, которые доходят до чужой штрафной, резко возрастает. И там уже в каком-то моменте сказывается индивидуальное превосходство наших футболистов. Дзюба связывает соперников по рукам и ногам. Благодаря этому становится гораздо больше пустых зон. В матче с крыльями со старта играл Игнатьев. Вместо 40 единоборств, которые делает Дзюба, столько, например, у него было с Оренбургом, мы получили всего 5, из которых выиграно только одно верховое. В матче с Факелом Игнатьев отправился в запас, а место в старте было доверено Изидору. При этом Изидор занял место слева, а вот место нападающего ушло Глушенкову. Потом они, конечно, поменялись местами, но принципиально ничего не изменилось. Единоборств было достаточно. 17 у Изидорова, 18 у Глушенкова. А толку все равно никакого. Единственный реальный опасный момент первого тайма был у Камано. Ну, точнее, он был бы реально опасным, если бы Камано достались футбольные ноги. Чьи имя на конечности пришили Камано, я не знаю, но то, что он делает ногами в последнее время у чужих ворот, ничего, кроме истерического смеха, у меня не вызывает. А вот передача Рефата снова изумительная. Конечно, такие передачи обязаны заканчиваться взятием ворот. И понятно, что в матче с Факелом, у которого 3 центральных защитника и еще 5 полузащитников, которые тоже активно насыщают свою штрафную, много таких моментов просто не может быть, и надо каждому из них дорожить. Естественно, свои моменты Факел находил у наших ворот, как и делал все свои предыдущие матчи. Особенно была плоха пятиминутка в середине второго тайма. Хорошая закидушка на правый фланг за спинами Таю и Ракову, идеальная скидка в центр, и Акбашев бьет мимо из убойнейшей позиции. Затем навес Черева находит голову все того же Акбашева, здесь стоит отметить ушедшего со своей позиции куда-то погостного и отсутствие подстраховки со стороны какого-либо из опорников. Это ведь тоже база. Если у тебя ушел центральный защитник во фланг, опустись на его место, тем более там один Акбашев на линии вратарской. Хорошо, что Лантратов спас. Ну и момент Апаева. Тут вовсе нечего разбирать. Дальние удары ему позволяли делать весь матч, и вот наконец игрок Факела попал. Правда в перекладину, и мяч отскочил в поле на голову Хызыру Апаеву. Переправить такой мяч в сетку задача для Хызыра неподъемная. Моментов аналогичных этим у Локомотива не было вовсе. Можно только, наверное, Карпуказовский удар в ближний угол вспомнить. Но потом мяч подхватил Антон, обыгрался с Вадимом Раковым, получил качественную передачу на ход, очень круто прокатил мяч под ногой, особенно обращая внимание вот именно на этот микромомент, и со всей силой пробил в левый угол. Красивый и очень индивидуальный гол Антона, хотя, опять же, вот тот период, который он вышел со скамейки и до непосредственно гола, Антон провел довольно блекло. А Вадим Раков отдал свою первую голевую передачу за Локомотив в возрасте 18 лет и 132 дней. Ждем и первого официального гола. В последних матчах Галактионов доверяет Ракову все больше игровых минут, так что возможности, я уверен, будут. Тяжелая и не самая очевидная победа Локомотива, но, видимо, так и должно быть в футболе. Где-то ты проигрываешь матчи, которые должен выигрывать, а где-то выигрываешь то, что не совсем твое. Другое дело, что Локомотив практически перестал отдавать игры без боя, как это зачастую было осенью. Параллели с игрой первого круга на самом деле вполне уместны. Ни Локомотив, ни Факел не играли принципиально лучше или хуже, чем тогда осенью. Однако, если в первой игре мы пропустили и сразу же сдались, то здесь и не пропустили, и до последних минут не опускали рук. И это принесло свои плоды. Это плоды тех самых побед над Краснодаром и Ахматом, которые вселили уверенность в игроков. Что не говори, а есть некая эзотерика в футболе. Иначе, как вы объясните очередной выход Севильи в финал Лиги Европы? Удача улыбается тем, кто уверен в себе и своих способностях. И наоборот, если ты в себя не веришь, тебе начинают залетать какие-то сумасшедшие мячи. Осенью мы в себя не верили. Сейчас картина поменялась и поменялось количество очков, которые мы вырываем в равных матчах или даже в тех матчах, в которых мы смотримся явно хуже, как с ЦСКА. По оценкам сегодня все просто. Оценки по ходу просмотра матча, кстати, полностью совпали с оценками статистических сервисов. Из полевых игроков стоит отметить Карпукаса, который пробил отметку в 100 отборов за сезон и скоро станет единоличным рекордсменом российской премьер-лиги по этому показателю. При этом, как и в матче с крыльями, он продолжил связывать оборону и атаки. Отличный процент точности передач, и при этом большое количество передач в финальную треть, что, наверное, самое важное. Кроме того, точно выделю Максима Нинахова, который отпахал свою бровку. На противоположном фланге Галактенов заменил Текнезиана с желтой карточкой на Митая. Причем объяснил это именно тем, что фланг начал проваливаться. А вот Макс носился по своим траекториям всю игру и особенно ничего сопернику на правом фланге создать не позволил. Ну и я отмечу Ивана Кузьмичева. В прошлом матче крылья акцентированно давили на Погосного. В этот раз распределение было более равномерное, но из особенностей атак факела Кузьмичеву пришлось поработать головой. Большое количество единоборств, хороший процент выигранных и отсутствие ошибок. Если б только можно было такую игру Кузьмичева поставить на поток. Но наверняка ж в следующем матче порадует нас каким-нибудь обрезом или подскользнется на ровном месте. Эх, все это уже видели. Похудшим на этот раз, наверное, Камано, который загубил вернейший момент. И много раз пытался пойти в обводку, но практически ни разу не прошел соперника. Так, в общем, на самом деле и особо ругать-то некого. Увы, ни Изидор, ни Игнатьев не могут заменить Дзюбу. Но думаю, что это не их вина. По старательности, по количеству рывков и открываний за спину ни к тому, ни к другому претензий особо нет. А вот доставить мяч за эту самую спину защитников факела у нас получилось один-единственный раз. И, собственно, Камано и промахнулся. В сухом остатке у нас 39 очков. Девятое на момент записи ролика место. И два матча в запасе, чтобы не установить антирекорд. Один из этих матчей с чудовищным торпедо в последнем туре. Антирекорд, напомню, 42 очка. Правда, в тот сезон мы еще и кубок взяли. Так что лучше нацелиться на планку чуть-чуть повыше. На следующей неделе Динамо. И, к сожалению, простой, как еще пару недель назад, эта игра уже не выглядит. Как же быстро все меняется в российской премьер-лиге. Ну да ладно, об этом поговорим с вами через неделю. На сегодня все. С вами был Тим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok